Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами откроем свой собственный магазин, заполним его товарами и будем зарабатывать деньги, 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 много денег в игре под названием King of Retail. А если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Поехали! Для начала нам нужно создать менеджера. И, как мне кажется, внешность у него должна быть максимально запоминающаяся, чтобы люди хотели приходить в наш магазин вновь и вновь. Тип лица должен быть максимально нестандартный. Давайте выберем что-то... Вот тут промелькнуло именно это. Тип волос должен бросаться в глаза. Должно быть что-то модное, потому что магазин у нас модный. По-моему, такая прическа вполне себе модная, и цвет волос хотелось бы видеть, ну не знаю, красный, например. Великолепно цвет глаз. Пускай будет зеленый. Ну, я бы хотел возвращаться в магазин, где работает подобный человек, а? Красавец же получился! Цвет кожи оставим стандартным. Звать меня будут Санчелло, а фамилия у меня будет Перпи. Отличная фамилия. Замечательно, готово. Я доволен этим менеджером, как никем другим. Это ж я. Это ж просто прекрасный человек. Режим одного магазина или режим компании. Ну, гораздо удобнее руководить одним магазином, чем сразу несколькими. Ведь я еще не особо знаком с игрой, поэтому выбираем именно этот режим. Новая игра. И теперь надо выбрать размер города. Это будет мегаполис. Благосостояние на среднем уровне. Ну, а чувство стиля... Понятия не имею, на что это влияет. Пускай будет рандом. Магазин будет называться... Я не знаю, какое название будет. Санчел... Дрон. Ха! Дром. Во! Санчел Дром. Отлично. Логотип магазина сменить, к сожалению, нельзя. Хотя можно. Но давайте... Давайте останется касса, забитая деньгами, а? Думаю, это к удаче. Начинаем игру. Обучение уже пройдено. Мне ничего рассказывать не нужно. Давайте лучше, друзья, я расскажу вам. Итак, у нас есть три основных зоны. Зона торговая, где будут располагаться товары на полках, где будет сидеть кассир и куда будут приходить клиенты. Далее у нас есть зона персонала. Это мой личный кабинет. Здесь будет стоять компьютер. В общем, это мой офис. Также у нас есть склад. Сюда будут приходить товары, и тут же эти товары будут храниться. И теперь, для того, чтобы кто-то мог привезти нам товары, нам нужно поставить палет. Чем я сейчас и займусь? Палет. Возьму самый простой. Храниться там может максимально 30 единиц, но я даже не уверен, что мне хватит денег на 30 единиц товара. Сделаем вот так. Далее. Нам нужен стеллаж. Это место, где тоже будут храниться товары. Зачем два места? Не совсем понятно. Но окей, установим замечательно. Готово. Далее. Заказать товары. И вот начинается самый важный момент. Нужно выбрать направление, в котором будет работать наш магазин. Либо мы будем продавать одежду, либо продукты, либо какую-нибудь электронику. Ну и в реальной жизни это три основных направления, да? В основном магазины мы ходим именно за этим. За чем-то из трех. Окей. Так, так, так. Управление товарами. Вот они. Заказать товары. И начать... Тут тоже одежда, электроника, продукты. Все правильно. Начнем с электроники, а именно компьютеров, друзья. Это будет здорово. И если мы хотим привлечь людей с максимальным количеством денег, компы должны быть тоже максимально крутого качества. Есть какой-то Firestorm, Peer Easy. Также у нас есть LED D. И это три торговые марки. Но каждый из компов этой марки отличается по мощности. Хм. Хочу продавать мощные компы, и поэтому я выбираю именно Firestorm. Потому что Peer Easy... Ну, кто будет покупать компьютер с названием Peer Easy? А вот Firestorm внушает доверие, да? Это название звучит мощно. Значит, там внутри установлено самое топовое железо. Поэтому я закажу вот такой Firestorm 1. 4250. Закажу один розовый для девочек. Хотя это, наверное, уже давно не ассоциируется с девочками. С девочками. Розовый цвет. Ну ладно, розовый цвет пускай будет. Прикольный компьютер. Он необычный, да ведь? Так, и давайте компьютеры возьмем из средней ценовой категории. Например, что-то вот такое. И что-то вот такое. Отлично. Четыре компа. Заказываем товары. Заказ размещен. Теперь нужно купить витрину. Это то место, где будут стоять наши товары. Так, электроника, компьютеры. И возьму я что-нибудь, даже не знаю. Но давайте возьмем вот такую полку для компов. Мне кажется, она как раз таки идеально подходит. Установим ее где-нибудь в углу. Так, теперь касса. Без кассы, конечно, никак работать нельзя. Витрины, кассовые аппараты. Возьму что-нибудь самое простое. Потому что вряд ли у нас будет много клиентов в начале. Пускай касса стоит в углу. Это ведь не продуктовый магазин. И такое устройство делать не обязательно. У нас маленький домашний магазин для своих. Поэтому никто ничего воровать не будет. Кассир стоит в углу. Компы стоят в углу. Ну а по центру бегают клиенты. Идеально. Могут даже потанцевать. А теперь купить компьютер для маркетинга. Это товары для офиса. Вот он мой комп, за которым я буду работать. Во. Отлично. И, в принципе, для старта магазина уже все есть. Теперь можно будет деньги зарабатывать. Как-то развиваться. Увеличивать доход. Количество клиентов. И так далее. Сейчас должны приехать мои товары. А вот и чувак несет коробку. Да, пока что-то город выглядит не особо населенным. Где все люди? Где все мои покупатели? Где карманы, набитые деньгами? Которые должны зайти вот сюда. Эти карманы. И выбить свои деньги. Отдать их мне. Положить в кассу. Ох, что-то у меня крышу сносит. Ну ладно. Давайте смотреть. Что у нас тут прибыло? Четыре компа. Распаковываем. Да, замечательно. Теперь эти компы хранятся. Ага. Это место для доставки. А это место для хранения. Все. Все понятно. Все логично. Комп. Комп никак я взять отсюда не могу. Но могу сразу положить его на полку. Для этого мы идем сюда. Редактировать товары. Добавляем полку одну. Вот так ее ставим повыше. И добавляем еще одну полку пониже. Мы сможем установить компы таким образом. И сверху, и снизу. Очень удобно. Электроника. Компьютеры. А может еще одну полку добавить? но вряд ли влезет давайте добавим сюда розовый комп а сюда мы добавим вот такой почему нельзя два разных компа поставить на одну полку добавить полку больше нельзя да а если поднять и попробовать добавить все-таки еще одну потом ее максимально опустить и воткнуть туда комп вот хорошо и один комп просто пускай лежит на складе и ждет своего момента классно все с rgb подсветкой все светится сверкает чисто игровые монстры можно заканчивать день и переходить к наконец-таки к продажам это самое главное аренда 720 офигеть друзья у меня осталось всего лишь 2000 долларов это печально так кстати это место где можно следить за статистикой сохраняться и заниматься прочей редактурой но нам это не нужно нам нужно открывать магазин прошла уже куча времени а магазин до сих пор не приносит прибыли это недопустимо финальные 2 рубля я заработал проценты понимаете да проценты которые лежат деньги лежат в банке и мне капает каждый день по 2 рубля неплохо пассивная прибыль это тоже хорошо но только вот что меня интересует друзья редактирование товара цена продажи как мне редактировать а во 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 редактировать стоимость я не по закупочная цена все все начинаю понимать но нормальные цены установлены не супер накрученные потому что пока нет клиентуры взвинчивать цены нет смысла давайте станем за кассу она пока закрыта открываем для клиентов ура свободная касса и именно этим я мечтал всю жизнь заниматься продавать компы за свободной кассой но пока клиентов нет добро пожаловать санчелла умная касса знает как меня зовут дизайнить ее нельзя можно закрывать магазин сегодня открыт великолепно но где люди люди офигеть это друзья настоящие люди что ты спрашиваешь как пройти или что я раньше не видела этот магазин что вы продаете компьютеры спросить о желании клиентов для выбранной категории у нас есть широкий выбор компьютеров я могла бы взглянуть на это предложу выбранную категорию увеличить потребность клиента повысить удовлетворенность стоит ли отложить цену воздействие разговора закончить разговор я что-то не понял как это работает но тем не менее люди начинают в наш магазин захаживать клиентка мной недовольна но я сам не понимаю чего она хочет они они все какие-то вопросы пытаются мне задавать у меня нет продавца консультанта я просто кассир и владелец у меня нет навыков тюхивания товаров так у нее вопросы возникли ну-ка хипстер она хипстер что мы можете сказать о своем ассортименте это компьютеры очень интересно увеличить потребность клиента восстановить терпение счастье повысить уровень успешности это я дал скидку воздействия разговора закончить разговор завершить продажу о кто-то уже купил комп нифига себе да она купила комп скидки больше наверное я давать не буду первые деньги заработаны хотя скидки положительно сказались на клиенте или я не давал все-таки скидку но тем не менее все безумно круто друзья за первые несколько минут работы магазина появляются уже какие-то приятные моменты так давайте отредактируем товары и добавим сюда я полку удалил блин добавить полку я просто товар хотел удалить электроника компьютеры вот такой товар мы установим положим немного криво не ровно так гораздо лучше выходим и все же мне нужно понять механику по которой происходит разговор с клиентом допустим давайте мыслить логически чувак хочет говорить о рубашках но я буду говорить о компьютерах очень интересно говорим о компьютерах очень интересно хорошо переходим следующий раздел повышаю удовлетворенность клиента у меня дома есть один улучшаю воздействие разговора он он ушел а это не тот клиент так у него счастье поднимается повысить уровень успешности разговоров это видимо дать скидку восстановить терпение вот так счастье 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 закончить разговор спасибо но нет завершить продажу эх не удалось понять как это работает ну короче просто этот дядька нифига не разбирается в первоклассной компьютерной технике что 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 да что ты хочешь что тебе рассказать даже не знаю что выбрать что вы посоветуете вот этот компьютер да не за что на свете ладно а вот этот да не продать товар увеличить потребность дадим ему скидку хайп товара 93 процента это терпение или что я думал это счастье но пока не понятно ладно повышаем сто процентов шанс на успех во я понял как это работает закончить разговор завершить продажу я понял не понял никакого успеха не было так мне нужно нанять какого-нибудь чувака который будет заниматься этим вместо меня я не подхожу для этой работы я не подхожу для этой работы очевидно друзья может кто-то из вас знает как работают эти полосы на что обращать внимание что нужно говорить клиенту что ему нужно втюхивать и как но допустим ты пенсионерка по тебе не скажешь компьютеры меня это не интересует но я попробую предложить заинтересовать никому ни слова шанс на успех падает сто процентов звучит заманчиво да смотрите кай получилось я похоже понял как это работает ура ну все люди этого города берегитесь теперь у каждого из вас дома будет стоять дорогущий элитный комп она взяла его какое интересно а розовый модный никто не покупает водила а я думал на него как раз таки будет наибольший спрос давай свои денюжки сколько 4 4 такая получается со скидкой продал его а а как узнать какую скидку я дал уже так сколько стоит этот комп 4 810 давайте попробуем поговорить с кем-нибудь и посмотрим как это повлияет на цену 4 810 вот если ты зашла и хочешь купить комп по-любому ты хочешь его купить да я помогу тебе конечно это выглядит многообещающе продать товар шанс на успех пока ноль 4 810 он стоит давайте думать сначала повысим удовлетворенность у нее дома уже один есть дадим скидку улучшить воздействие разговора это не работает восстановить терпение завершить продажу счастье поднялась и она теперь его купит но была ли это скидка или все-таки нет давай-ка неси его сюда сейчас мы посмотрим и я буду заказывать партию следующую компов да без скидки без ничего все нормально то есть это просто разговор никак не влияющий на стоимость товара это очень круто это просто великолепно мужик постой немного в стороне нам нужно заказать следующую партию компьютеров так зачем заказывать дешевые компы если у нас как горячие пирожки расходятся также и дорогие закажу сразу четыре штуки готова заказать товар заказ размещен ждем пока придет грузчик и не стоите у моего магазина чего вы стоите вы отпугиваете других клиентов серьезно если хочешь покупай если не хочешь иди домой отдохни немного подумай потом захоти и приходи все просто так работает рынок рыночные отношения да все все дела капитализм так что все все идите работайте зарабатывайте деньги чтобы потом прийти купить у меня комп справедливо справедливо так наверное ничего еще не прибыло но да я и грузчика не видел который шел бы в нашу сторону и так деньги то у меня забрали но в прошлый раз грузчик появился моментально сейчас не с той стороны я его не вижу не с другой теперь магазин сегодня закрыт грузчи где доставка товара вот она по-другому осуществляется теперь пипец блин мне еще оказывается эту игру постигать и постигать ну а он тащит коробку это хорошо заходи заноси сейчас мы будем расставлять новые компы и не будет путаницы сразу весь товар можно будет показать людям ну а потом нужно переходить и на другую электронику например на телефоны может быть какие-то планшеты игровые консоли или что тут еще есть я честно говоря не знаю так распаку распаковать готово 4 компа как раз таки 4 компа должно вместиться на полке если я все правильно понял идем сюда готова редактировать товар это мы а если сделать вот так спасибо 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 игра прямо перед глазами блин закончила день у меня обидно про налог еще и налоги буду платить а какие а налог на прибыль скорее всего но он не такой большой прибыли у нас гораздо больше теперь-то я могу установить товар я надеюсь компьютеры так и вот да это работает шикарно именно 4 компа сюда и помещается какие красавцы супер мощные порты usb 3 0 правда нельзя посмотреть какое железо установлено внутри какой процессор там оперативка материнская плата видюха блок питания но вы все это знаете сами лучше меня ну и давайте друзья на этом пока пожалуй остановимся пишите понравилась вам эта игра или нет хотели бы вы увидеть прохождение или нет до новых встреч удачи пока но думаю вы хотели бы посмотреть на такого прекрасного продавца еще хотя бы раз до новых встреч удачи пока